В Верховном суде России будет рассмотрена жалоба на приговор Кировского районного суда Екатеринбурга, признавшего студентку Уральского федерального университета Алену Полуяхтову виновной в сбытии наркотиков, а также Свердловского областного суда, оставившего этот приговор без изменения. Отбывающая назначенное судом наказание в виде 11 лет колонии, студентка уверена, что рано или поздно ее невиновность будет доказана. 21-летняя Алена Полуяхтова отбывает наказание в Нижне-Тагильской исправительной колонии номер 6. Седьмой отряд, в котором она содержится, называется хозобслугой. Все ее товарки по отряду заняты на каких-либо работах в лагере. Сама Алена сейчас работает в доме ребенка при колонии, помощником воспитателя, нянчится с детишками других осужденных. А до этого выучилась на повара и пекаря. Но ей все мало, и сейчас Алена поступила в училище, чтобы освоить профессию электромонтера. При этом у девушки остается немало свободного времени, и она отвечает за все творческие мероприятия в отряде. Пишет сценарии праздников, руководит хором, учит девушек танцевать. Танцует сама. Тюремная еда, в первую очередь одежда, делают девушек-заключенных похожими одна на другую. Неброскими, бесформенными. Но каждый из них верит, что после освобождения они приведут себя в порядок, создадут семьи, устроятся на любимую работу и забудут годы, проведенные за решеткой, как страшный сон. О том же мечтает и Алена. Я нужна там, потому что у меня большие были планы на жизнь. Я действительно заканчивала 11 классов, я готовилась к экзаменам, я сдала экзамен на 100 баллов по русскому языку. Да, и я вообще даже не могла подумать сразу, что это может со мной произойти. Я думала, что все будет по-другому. Я работала с детками, хореографией занималась. От 3 до 14 лет они детки были. Потом в спортивные секции, в фитнес-залах. Вот такая вот у меня жизнь шла, что не было каких-то... Я даже курить ни разу не пробовала. Ну и все-таки оказалась здесь. Алена оказалась за решеткой 12 мая 2017 года, когда судья Кировского районного суда Екатеринбурга Денис Абашев признал ее виновной в тяжком преступлении. Покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере в составе организованной группы по предварительному сговору. В тот день судья вынес три приговора. За мошенничество, незаконную банковскую деятельность с отмыванием преступных доходов, но самым строгим оказался приговор юной наркоторговки – 11 лет лишения свободы. Сама же история, легшая в основу уголовного дела, произошла за год до этого приговора. Это был мае месяц, 18 мая. Я поступила в университет Уральский федеральный институт в городе Екатеринбурге. Обучалась на факультете инженера-изобретателя, то есть инноватика. В этот день я была на парах. После пар мне в соцсети ВКонтакте моя подружка Полина написала, что мальчики, с которыми я уже была знакома, раньше мы пересекались в компаниях, в институте в одном обучались. Я видела, кто это такие, но вообще зналась. Она сказала, что эти мальчики, два, Роберт и Женя, предложили нам прогуляться. Ну, погулять вместе после института. Стояла хорошая погода на улице. Ну, я написала, что, ну, можно погулять, все. Алена, Полина и двое старшекусников сначала гуляли в Дендраре на улице Мира, а затем на машине Евгения поехали на шортаж. Так как я не местная в Кенбурге, я ни разу не была на этом озере. Ну, мне друзья рассказывали, там, на группике, что есть такое озеро, оно очень, ну, красивое, замечательное, чтобы туда стоит съесть. Ну, я согласилась, все, мы сядем машину, по дороге я уснула. Во время прогулки, сначала в Дендраре, затем в шортажском лесопарке, парни по очереди куда-то отлучались. У Алены единственной из компании была с собой курсовая тетрадь и ручка. И Евгений, возвращаясь, просил ее записывать какие-то координаты, точку GPS и описание местности, такое-то дерево или пень или тропинка. Позже эта тетрадь станет единственной и главной материальной уликой в предъявленном девушке обвинении. В тот день, то есть, действительно, я не понимала вообще, что происходит. Я действительно думаю, что это какой-то квест, какая-то игра, он готовит какую-то игру. То есть, у меня даже мысли, что это какие-то наркотики, закладки. Да, это, конечно, освещалось. По телевизору я, конечно, смотрела телевизор, но в тот день у меня даже не было каких-то мыслей, что он может чем-то не тем заниматься. Адекватное поведение, даже слухов, что они занимаются наркотиками, никогда не проскальзывало в компании. Полицейские задержали студентов, когда те уже возвращались к машине, Евгения, Тойоте Карина. Кто-то из парней прошептал Алене, чтобы она выкинула тетрадь. Но девушка не поняла значение этих слов, как выкинуть. У нее там конспекты лекций плюс, видимо, какой-то готовящийся квест. При осмотре машины оперативники обнаружили некоторое количество наркотиков. Полиэтиленовый пакет, электронные весы, медицинские перчатки. А по записям, сделанным Аленой, нашли 9 закладок мефедрона общим весом 16,7 грамма. Всех четверых отвезли в отдел полиции. Полину отпустили почти сразу. Студентка сказала, что не имела отношения к наркотикам и не знала, что во время их прогулки парни делают закладки. То же самое в своей объяснительной рассказала и Алена. Но у полицейских была ее тетрадь с координатами. Плюс в ее розовом рюкзачке обнаружились не весь откуда взявшиеся там два пустых полиэтиленовых пакетика. Как позже выяснится, со следовыми остатками мефедрона. Поэтому полуяхтову продержали в участке больше суток. Ну а парни, что называется, прилипли серьезно. Им было предложено рассказать всю правду и заключить сделку со следствием, что они и сделали. Сделка со следствием предполагает не только признание в том преступлении, за которое задержали подозреваемого, но и помощь в раскрытии какого-либо иного преступления. Но поскольку Евгению и Роберту, видимо, нечего было раскрывать, они решили изобличить Алену. Согласно показаниям Роберта, полуяхтова в организованной ими группе выполняла несколько ролей. Во-первых, она должна была выполнять наблюдение за местностью, чтобы во время закладки тайников не появилось посторонних людей. Во-вторых, фиксировать координаты сделанных закладок. И в-третьих, помочь с обналичиванием полученных преступным путем доходов. А именно, старшекурсники попросили Алену приискать им действующую банковскую карту, принадлежащую какому-нибудь постороннему лицу, чтобы использовать ее счет для получения безналичных средств от наркомагазина. И она, якобы, эту карту им нашла. Позже на суде одна из студента Курфу расскажет, что карту у нее просила Полина, а не Алена. И именно Полине та отдала свою неиспользуемую банковскую карточку. Но суд поверит показаниям Роберта и Евгения, а не владелицы карты. То есть подставили меня девочку, мне было 18 лет на тот момент, и за счет моей жизни они устроили себе, так сказать, хорошо сделали. Ну ты не знаешь, что с ними? Я не знаю, я с ними не общалась, не общаюсь и не собираюсь вообще никогда общаться. И как их посадили, я даже слышать про них как-то не хотела, но мне приходилось, потому что мы проходили по одному делу. И даже на суде один из них давал показания, ко мне приезжал на суд. Я даже смотреть на него не могла, потому что мне вообще неприятно даже смотреть на него, слушать, что он говорит, какие слова. Но почему-то мы поверили. По мнению Алены и ее матери в том, что суд признал студентку на наркоторговке, есть большая вина адвоката. Делом Полуяхтовой занималась Зоя Озорнина, бывшая судья, получившая широкую известность, защищая фотографа Дмитрия Лошагина в его судах. Озорнина весьма высоко оценивала свою работу. Полуяхтовым пришлось продать часть своего имущества, чтобы платить ей ежемесячно по 200-250 тысяч рублей. Но, как считают родные Алены, она совсем не занималась делами к дочери. Хуже того, во время процесса пыталась разозлить судью, в чем позже открыто признавалась. В результате ее подзащитная получила 11 лет колонии, тогда как давшие на нее показания Евгений и Роберт 6 лет и 4 года и 10 месяцев. Я оказалась здесь по вине двух молодых людей, которые попытались избежать наказания, реального срока наказания, тем, что они просто оговорили меня. То есть подставили под вот это вот все, то, что я нахожусь здесь. Они получили минимальное 40, у одного 6 лет, у другого 4 года и 10 месяцев. Они заключили досудебное соглашение на меня. Ну и все. Больше доказательств моей виновности какой-то нет. Все, именно весь мой приговор основан на словах каких-то вот парней, которые, ну, за счет меня как-то избежали реального срока, который должны были получить. По жалобе матери Алены адвокат Зоя Зарнина была лишена адвокатского статуса ее же коллегами. Разобравшись с случившимся, коллегия адвокатов сочла поведение Зарниной неэтичным и непрофессиональным. Новый адвокат готовит жалобу в Верховный суд, намереваясь приложить к ней заключение кандидата юридических наук Юрия Казубенко, поставившего под сомнение законность заключения досудебного соглашения с двумя другими фигурантами уголовного дела. Это соглашение не только не помогло раскрыть иное преступление, но даже довести до конца раскрытия этого. Обвиняемые не назвали даже имени человека, от которого получали наркотики и деньги за свою работу. Во всех приговорах он фигурирует как неустановленное или иное лицо. Таким образом и показания осужденных данной в рамках досудебного соглашения, по его мнению, не являются полученными законным способом. А ведь они единственные стали доказательством вины Алены Полуяхтовой. Все-таки надеюсь, что справедливости есть в этом мире, что она восторжествует, что победа будет на нашей стороне, потому что у меня большая команда, очень такая сильная. То есть меня поддерживают все родители, родственники, адвокаты, дяди, тети, вообще вся моя семья. И я надеюсь, что все-таки что-то произойдет, и все-таки я окажусь дома со своими близкими. Продолжение следует...